Причем об этом говорит тот же Кадыров, говорит, что он был прислан. Но именно Кадыров на тот момент был в восторге от Джохара. По крайней мере, видимость он такую создавал. Он тогда почему-то об этом не говорил, что он заслан и что он плохой. Почему-то тогда, когда мы воевали, он говорил, что все в руках Аллаха. Говорить, что мы не победим, Россия мощная, это нельзя. Такие люди не верующие, он говорил. Мы практически являемся одним народом. Но так получилось, что исторически, политически мы сложились как два народа. И надо просто принять уже эту получившуюся ситуацию. И с учетом этого нужно уже как-то дальше жить. Можно ли считать предателем Джохара Зудаева? Объединен советский генерал был. Получается, он предал армию. Он же тоже был гражданином этой страны. Слушайте, глупости вы иногда такие пишите. Какое это предательство? Даже если бы мы с этой точки зрения на это смотрели бы, согласились бы с тем, что вы говорите, что да, он был советским генералом, советским он человек, значит, даже в этом случае это бы не работало. Так как все на тот момент, когда Джохар приехал в Грозный и стал президентом нашего государства, на тот момент Советский Союз уже все распался, по швам протрещал. Поэтому, ну, какое там может быть предательство? Даже в этом плане. А так в целом нет, конечно. Даже если бы ничего подобного не было бы, Советский Союз бы не распался, все равно чеченцы находились в Советском Союзе в оккупированном положении. Чеченский народ не вступал в Советский Союз, не становился частью РСФСР по своей воле. Нас тогда военным путем завоевав, присоединили к себе, сделали частью своей территории, своего государства. И нашей задачей, нашей целью было освобождение любыми путями. И это, вот эта ситуация, этот статус-кво, он продолжает существовать и сегодня. И даже если пройдет сто лет, и через сто лет будет другой Джохар, который будет уже не Джохар, а, допустим, Хампаш, и он будет служить в российской армии, и когда у него появится возможность, он придет и восстанет, сразится с Россией, это то, что он должен сделать. И, кстати, каждый чеченец сегодня должен жить до момента нашего освобождения, он должен воспитывать своих детей в понимании того, что это не наша страна, что мы находимся в состоянии оккупации, что нас силовым путем завоевали, у нас понаставили свои военные базы, посадили к нам своего наместника из нашего же народа или из другого на тот момент, неважно. И управляют нами в соответствии со своими законами и держат нас вот в таком рабском положении. И наша задача это освобождение из такого положения. Так было всегда, так нас воспитывали. Об этом могли вот так вот даже не говорить, вот так вот не сажать своих детей и не объяснять им это все, не рассказывать им историю. Но это было понятно просто по каким-то высказываниям, по разговорам старших, допустим, по их поведению, по каким-то героям, по действиям людей. Это было и так понятно. Понимаете, общество, которое живет в состоянии, например, когда в нормальной стране, где граждане являются непокоренными какими-то там народами, которым навязали гражданство, дали там им паспорта, а вот они действительно являются гражданами этой страны, они рады этому, они сами для себя выбрали, например, этот государственный строй. У этих людей, допустим, возьмем шведов с вами, да, вот швецию. Здесь, ну, это их страна, это их государство, это их король, это их государственное устройство, монархия, демократия. Это то, что они сами для себя выбрали. И вот у них, они понимают, что все, что делается для этого государства, это все делают они и делается для них. Они знают, что выплачивая налог, здесь очень высокий налог, в Швеции очень высокий налог, один из самых больших в Европе. Но они знают, что этот налог они платят для себя, для своих потомков, для своих отцов, для своих пенсионеров, для своих инвалидов, для своих дорог, инфраструктуры, для каналов, которые они роют, там, объединяя, соединяя моря. Они знают, что вот это вот все глобальное, там, локальное, все, что они делают, они делают для себя. И поэтому здесь, когда ты не платишь налоги, уход от налогов, это такой зашквар. Но в шведском обществе уйти от налога, как-то там избежать, обмануть государство, это считается очень недостойным, унизительным поступком. Если швед узнает, что вот кто-то другой его сосед не платит налоги, как-то там какие-то использует схемы, он просто перестанет его уважать. И здесь это очень серьезное преступление, когда, когда кого-то подозревают в том, что он не платит налоги, или там, ушел от налогов, к нему приезжает спецназ, у него дома проводят обыск, там, его ломают дверь, заскакивают спецназовцы, как будто бы они ловят преступника, террориста, вооруженного и особо опасного. Вот так происходит. То есть здесь это очень серьезная проблема, но здесь важно понимание людей, как они на это смотрят. Для них, как бы, вот это вот не заплатить налоги, это, ну, блин, ну как ты же для себя платишь? Вот так они это понимают, потому что они ассоциируют себя с этим государством. Это для них что-то родное. А вот представьте, у нас было совершенно обратное. Нас воспитывали так, что платить, добровольно платить налог России, это зашквар. Ты что? Ты что, платишь государству, которое тебя оккупировало? Которое выслало твоего отца, твоего деда? Которое убило 300 тысяч твоего населения? Если у тебя есть возможность ему не платить, ты должен не платить. Ты должен найти схему, чтобы уйти от налога. И если ты ушел от налога, респект. Ты красавчик. Понимаешь? Вот так люди у нас хвастаясь друг другу об этом говорили. Ты знаешь, как я наколол государство? И второй говорил, молодец, я тоже так сделаю, иншаллах. Вот, вот она разница, понимаете? И это и есть вот этот вот самый важный определяющий момент. Что когда вот так вы народ покоряете, он никогда не будет рад вашему успеху, тому, что вы становитесь там сильны, или у вас в каком-то направлении идет развитие. Нет, они никогда не будут этому рады. Мы всегда радовались, когда у России были проблемы. И продолжаем радоваться. Не потому, что мы не любим русских людей, или других там людей, населяющих эту страну. А потому, что эта страна, она оккупант на нашей земле. Как только эта несправедливость будет решена, и мы перестанем, как только мы перестанем быть колонией, и перейдем в режим двух суверенных государств, и все, этот вопрос тоже будет решен. У нас уже не будет этих настроений. Уже вырастет новое поколение, которое будет возвращено без вот этих вот убеждений. А пока мы будем в таком положении, ходить с российскими паспортами, которые нам выдали, оккупировав нас, а не мы их себе выбрали, не мы захотели быть гражданами России, а Россия захотела, чтобы мы были ее гражданами. Пока будет вот так, у нас будет воспитываться поколение, в котором будет считаться престижно не заплатить налог, не заплатить квартплату. За газ пришла задолженность. Есть два варианта. Можно заплатить ее, и деньги уйдут в государство. А можно полсуммы дать на лапу, и тебе спишут весь долг. И ты выберешь второй вариант, потому что и выгоднее тебе меньше заплатишь, и государство от тебя ничего не получит. Понимаешь? Любые вопросы, когда в 90-х был криминалитет, и если во всей России просто было модно быть братком, бандюгой, то чеченские вот эти вот криминальные авторитеты, они были не просто бандюгами, у нас они были вообще не бандюгами. Для нас это были чуть ли наши воины, мстители, которые мстят государству, оккупировавшему нашу территорию. Государство, которое выслало и погубило 30% нашего населения. Понимаете, как работает эта система? Пока это будет вот так оставаться, ничего не изменится. И пока там в Кремле не поймут, что вот так вот изменить ничего нельзя, это будет продолжаться. И эти восстания, они будут постоянно происходить. И возвращаясь к твоему вопросу по поводу Дудаева, Дудаев, служа в советской армии, он прекрасно знал, для чего он там служит. Не для того, чтобы советская армия была сильнее. Не для этого он там служил. Он там служил для того, чтобы набраться опыта, набраться влияния, чтобы в нужный момент можно было это использовать во благо своего государства, своего народа, своего отечества. И когда у него это появилась возможность, он это сделал. И он, и Масхадов, и другие наши герои, которые так или иначе были вынуждены или оказались в этой советской системе. Как видите, как только у них появилась возможность показать свои истинные лица, они это сделали. И именно поэтому они наши герои. Ингуши. Саляму алейкум. Тумсо, ты как относишься и кем ты для себя считаешь ингушей? Ваалейкум ассаляму. Ингушей я считаю своими братьями. Ингуши – это самый близкий для нас народ на Кавказе. Мы практически являемся одним народом, но так получилось, что исторически, политически мы сложились как два народа. И надо просто принять уже эту получившуюся ситуацию. И с учетом этого нужно уже как-то дальше жить. При этом, к сожалению, у нас были недавние события, связанные с этой границей. Путина неладно. И эти события, к сожалению, внесли очень серьезный раскол между нами, которого не было до этого. И этот раскол, он пришел даже в европейские страны, к сожалению. И пока этот вопрос, он сохраняется в таком виде. Преодолеть его до сих пор, к сожалению, не получилось. Но нам тоже никуда друг от друга не деться. Вот это уже надо понимать, как мы говорим это про Россию. Нам прежде всего у себя нужно это осознать. Нам тоже никуда друг от друга не деться. Поэтому нужно неграмотных, настроенных к смуте, вот как у нас говорят, питни, питнинах. Люди, которые хотят фитни. Вот этих людей нужно убрать от рупоров. К этим рупорам нужно дать доступ людям, которые хотят объединения, а не фитни. Этим людям нужно дать эти микрофоны и начать вот этот процесс сглаживания углов и направления друг в сторону друг друга. Я думаю, все вопросы будут решены. самое главное это осознание, что никуда деваться друг от друга. Некуда нам просто деваться. Нужно это понять. будет. Добавляем ложь, А ты видел интервью Хасбулатова, где он говорит, что Дудаев был прислан кремлем и ждал команды оттуда? Что думаешь об этом? Куда он был прислан кремлем? В Чечню? Я не слышал, что там говорил Хасбулатов. Я единственное одно его высказывание слышал, где он высказался. В очень неподобающем куличе оттуда он высказался. И это вот как раз свойство именно предателей. Они так разговаривают. Это тоже вот как раз отсылка к той истории с врагами. Враги могут высказываться достойно. Именно предатели и числа нашего народа, они всегда позволяют себе вот такие высказывания. Как он сказал. Джахар показал своей жизнью и своей смертью, насколько он был достойный человек. И те, кто не смогли вот так вот показать свое достоинство, которые сейчас остарились, просто доживают остатки своей жалкой жизни, они могут только сейчас говорить какие-то обидные слова в его адрес. Но они, кого они обижают? Они только сами себя обижают. Мнение о Джахаре Здаеве они не изменят этими словами. Что касается того, что он был заслан. Джахар, как он мог быть заслан, если он вообще у нас появился во время Всенародного съезда? Всенародного съезда. Он приехал туда в качестве гостя. Он не был даже организатором этого съезда. Приехал в качестве гостя, как видный человек из нашего народа, генерал-майор. И разумеется, ему дали там слово, он выступил. И вот эта его речь, она покорила людей. Присланные люди, они не так появляются. Понимаете, присланный человек, это вот Кадыров, он присланный человек, назначенный Кремлем. А Джахар он был, нет, это не присланный, это был как раз-таки приглашенный чеченцами. Многие сегодня забывают, или не знают просто этой истории, этот съезд, он организовывался действующей властью, на тот момент советской властью. Док Казавгаев, в лице председателя этого совета, они это организовали. То есть депутаты, избранные до этого народом, они организовывают этот съезд, и на этом съезде выступает Джахар. И все, выступает и уезжает обратно. Он не становится даже в тот момент лидером. Лидером этого нашего движения освободительного он станет уже позже, когда док Казавгаев даст заднюю, как говорится. Не сможет сказать Ельцину, что он не будет подписывать с ним федеративный договор. Вот тогда Джахар станет его, опять-таки, изберут лидером этого нашего движения, общенационального конгресса, на тот момент ОКЧН. Поэтому, ну, говорить сегодня можно, конечно, разные вещи, пытаться там какой-то заговор найти. Причем об этом говорит тот же Кадыров, говорит, что он был прислан. Но именно Кадыров на тот момент был в восторге от Джахара. Ну, по крайней мере, видимость он такую создавал. Он тогда почему-то об этом не говорил, что он засланный, что он плохой. Почему-то тогда, когда мы воевали, он говорил, что все в руках Аллаха. Говорить, что мы там не победим, Россия мощная, это нельзя. Такие люди неверующие, он говорил. Это неверие в силу Аллаха сказать, что мы не можем победить. Тогда он говорил такие вещи. А как только стал российским чиновником, стал рассуждать про образование, те, кто там учились в школе, мало-мальски говорят географию, знают, они же видят, какая мощная, большая страна Россия, ее типа, а как ее может победить Чечня. Человек поменялся. А Дудаев он не менялся. Дудаев он каким был, таким и ушел. И ушел очень достойно. Да помиловать его сегодняшнего. Партон, за повтор. Как вы оцениваете уровень образования, полученного вами в России? Да никак, я никакого образования в России не получал в классическом понимании этого слова. Там не было ни в школе, ни в техникуме, ни в институте. В школе, конечно, я получил какие-то базовые знания. Читать, писать, складывать. Разумеется, я научился в школе. Но если мы посмотрим дальше, ни техникум, ни институт, он не дал мне никаких знаний. От слова вообще. Никаких. Я оцениваю. Я не могу, конечно, из-за этого вообще все образование в России списать. Где-то, конечно, есть в России образование в том же МГУ или МТУСИ. Где-то там будут какие-то вузы, в которых будет возможно нормальное образование. Но говоря обобщенно, о России, да нет там нормального образования. Вообще сама система образования, она очень сильно устарела. Она давно уже нерабочая. Это неправильный подход. Когда всех людей просто как роботов по одной программе обучают. Это ненормально. Надо понимать, что дети разные. У каждого есть какие-то индивидуальные способности. Кто-то хорошо запоминает, кто-то хорошо складывает, а кто-то какие-то химические компоненты хорошо смешивает. Поэтому нужно индивидуально развивать каждого ребенка в его направлении. Кто-то руками хорошо мастерит. Он будет из дерева такие шедевры тебе вырезать. Но элементарную какую-нибудь задачу, допустим, по математике или физике, он никогда ее не решит. Или, например, никогда не сможет грамотно писать. Не дано. Не работает у него мозг в этом направлении. Зато ты никогда не сможешь из дерева вырезать то, что он делает. Или там из железа, например, кто-то кует. Каждому нужно направлять, помогать ему развиваться в том направлении, в котором он хорошо двигается. Стокгольм, Стокгольм. Задонатил. Баррек Лоховик. Стокгольм. 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 Продолжение следует...